всем привет сегодня немного хочу поговорить о промывке пистолета расскажу с чем я столкнулся и покажу как с этим бороться и так пистолет после работы решил его промыть промывка откручиваем пистолет и пытаемся его промыть но из носика я не знаю будет видно нет открывается но ничего не идет первое впечатление что забилась трубка хотя оттуда остатки пены еще выходили но сейчас как мы видим промывка не проходит что делать обратно откручиваем перчаточку один на самом деле пистолет он не забит проблема лишь в том что здесь залип шарик он должен свободно нажиматься он не нажимается сейчас я его насильно прожму и мы повторим процедуру посмотрим так ли это на самом деле залип он капитально все шарик теперь гуляет и мы проверяем теперь мою теорию на практике теперь как видим промывка проходит и можно промыть пистолет и так какой можно сделать вывод но это еще одно доказательство того что шарик не выполняет свою функцию поэтому я очень часто на своих пистолетах просто удаляю шарик после одного двух сезонов использования просто он выходит из строя и вот могут быть такие неприятности причем я с этим столкнулся только когда начал прочищать пистолет но представьте что у вас будет полный баллон пены и вы решите ну то есть он не будет проходить пена не будет выходить с пистолета придется снимать баллон а следовательно вот это все засориться пеной потом придется это чистить промывать да с одной стороны с другой стороны кто-то мог бы подумать что пистолет просто засорился здесь чистить его нет желания или нет возможности всего лишь дело в том что здесь залип шарик либо долго стоял с пеной либо вот так после использования промывочки там остается небольшая пленочка клеящего вещества то есть пена растворяется потом застывает со временем и шарик просто залипает вы видели с каким усилием мне пришлось продавливать шарик но сейчас я покажу как можно избавиться от этого шарика в разных моделях это по-разному но принцип одинаково нужно открутить вот эту гаечку внутри есть шарик пружинка иногда бывают еще какие-то дополнительные прокладки или решеточки но нас интересует именно шарик может быть посмотрим какого он качества здесь почему он залип и обычно еще внутренности смазываю жиденькой смазочка для того чтобы и меньше прилипало там и пистолет работал дольше вставочка если ее рассверлить то в принципе можно будет с этой стороны вытащить и пружину и шарик то есть нужно подобрать сверло по диаметру вот этой прокладочки беленькой будет видно так вот в нее упирается пружина и соответственно шарик сейчас мы это все проделаем десятка сверло как раз отлично подходит для этого вот она вставочка пластиковая мусор и теперь пружина пошла вот она пружина мусор и шарик вот получится что он даже сейчас липкий такой то есть он даже после того как я его промыл и смазал немножко но все равно липнет то есть вот это основная проблема того что пистолет залипает и вроде как шток работает спица здесь ходит но не пена не промывка не проходит залипает шарик мусор все сейчас можно будет вот эту часть механически еще немножко прочистить и сэконом аккуратненько вставочка есть ну да слушай ну как как вообще пена проходит через все это непонятно все чистенько и комфортно сейчас еще почищу механически немножко здесь и обратно установленный пистолет большинство моих пистолетов мне их четыре или пять сейчас не помню точно работают без шариков замечательно больше выход пены да есть нюанс что если баллон снимать и из пистолета выходит пена но это лучше чем то что мы просто имеем залипание самый неподходящий момент если баллон использовать полностью то есть выдувать пену до конца то в принципе здесь особо ничего и не выходит маленький лайфхак получается после того как я заканчиваю баллон и примеру планирую устанавливать другой я просто беру и пробиваю баллон где-то здесь например вот так вот стоит где-то вот с этой стороны сбрасывается давление остатки пены выходят баллон и тогда с пистолета не не выходит столько пены чего некоторые боятся все спасибо за внимание смотрите другие мои видео у меня есть видео кстати как вот именно этот пистолет разбирается и промывается когда он застыл у меня полностью в конце ролика будет ссылка всем спасибо за внимание до скорых встреч и и и и и и и и и